5 ноября в Межвузовском инновационном бизнес-инкубаторе прошла встреча студентов МГУ с руководством Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России. Председатель Совета Константин Колпаков вместе с коллегами рассказал учащимся факультета международных отношений о работе главного молодежного дипломатического органа страны, о том, как развить свой профессионализм и в будущем стать дипломатом МИДом. Совсем недавно был очередной прием на работу новобранцев Министерства иностранных дел. Это прием проходит каждый год, в нем принимает участие наш министр Сергей Викторович Лавров, который особо отмечает тех, кто не только представляет столичные вузы, но и тех, кто представляет региональные вузы и много очень ярких ребят, которые знают 3-4 языка и готовы со всей серьезностью положить хотя бы часть своей жизни на дипломатическом поприще. Уже на следующий день в Омском региональном парке информационных технологий эту тему обсуждали на форуме молодежных лидеров России и Казахстана. Мероприятие, которое впервые проходило в рамках форума межрегионального сотрудничества приграничных государств, собрало более 100 участников – руководителей центральных и региональных органов государственной власти, добровольцев, молодых дипломатов и предпринимателей, общественников, блогеров и журналистов. Заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова поприветствовала гостей форума и обратилась к молодежным лидерам обеих стран. Очень хочется, чтобы основная идея вашей встречи, нашей встречи сегодня и завтра – это укрепление наших связей и взаимообогащение. Вот эта основная цель, очень хочется, чтобы была нами всеми достигнута. Конечно, мы, взрослые, сильно надеемся на вас, молодежи. И поверьте, каждый из нас и чиновников, и руководители различных общественных организаций, очень хотим, чтобы наши детища были переданы очень надежными, очень эффективно работающими, эффективно мыслящими руки и головы. 2019 год в Казахстане – год молодежи. В следующем ориентиры наших соседей будут направлены на волонтерство. На форуме они надеются позаимствовать опыт России в проведении подобных мероприятий. Мы ментально похожи, у нас есть общая языковая среда. И в этом плане сотрудничество Казахстана и России, именно в части молодежной политики, даст возможность именно в будущем для укрепления наших контактов именно на долгосрочный период. Мы ждем серьезного сотрудничества на региональном уровне, сотрудничества между добровольческими организациями, о чем было заявлено в этом году на форуме в Казахстане. Нам очень приятно работать в этом направлении, создавать совместный совет и вести взаимно дополняющую добровольческую деятельность. Сразу после открытия участники форума разбились на площадки, где смогли подвести итоги работы за последний год и выработать совместные планы на ближайшую двухлетку. На встрече молодых дипломатов России и Казахстана обсудили концепцию горизонтальной дипломатии – неформального взаимодействия между молодыми дипломатами на международных платформах. Мы удовлетворены тем диалогом, который сложился между нами и Советом молодых дипломатов России. Это первый контакт, который осуществился между нами на двустороннем уровне. Мы отметили актуальность и продуктивность взаимодействия между молодыми дипломатами России и Казахстана и также подчеркнули, что нужно, конечно, более регулярно встречаться и, скорее всего, мы это реализуем. Уже в следующем году мы хотим пригласить наших друзей из Казахстана в Москву для проведения уже полноформатных двусторонних консультаций по линии молодых дипломатов. На другой площадке встретились представители Российского союза сельской молодежи, республиканского штаба молодежных трудовых отрядов, а также предприниматели и общественные деятели, занимающиеся развитием сел и аулов. Стороны проговорили способы остановки оттока молодежи из малых населенных пунктов, предложили больше информировать молодых людей о возможности саморазвития и участия в грантовых конкурсах. На форуме обсудили и тренды медиасферы. На площадке «Медиа в новой реальности» встретились блогеры и представители СМИ России и Казахстана. Медиапространство на сегодняшний день на самом деле является самой главной, ключевой площадкой по взаимодействию молодежи из разных стран. Россию и Казахстан в этом многое объединяют, поскольку по факту у нас единое информационное поле. Участники поделились своим опытом в медиапространстве, поговорили о создании контента и анализе аудитории в блогерской среде. Я, несмотря на свою национальность, играю на казахском национальном инструменте «Домбра», являюсь, так сказать, блогером, веду свой блог в Инстаграме, рассказываю о проблемах молодежи, рассказываю о том, какое внимание уделяется молодежи в том числе. И вообще рассказываю о том, что происходит вокруг нас и как можно изменить свою жизнь благодаря таким вот форумам, благодаря той поддержке, которую оказывается. На встрече также презентовали проекты, среди которых государственный медиахолдинг «Казконтент», видеоблог «Москва-Казакша» и Международная ассоциация студенческого телевидения. Обсудили и медиапроекты, объединяющие образовательную часть учебных заведений обеих стран. Мы объединяем именно медиа-центры вузов России и предложили, чтобы в Казахстане мы создали подобную структуру, чтобы тоже объединить вузы Казахстана. И потом, чтобы мы все вместе уже с этими объединениями работали и непосредственно развивали и молодых медийщиков, журналистов, развивали бы медиа-центры, которые будут, и помогали бы им распространяться в эфире телеканалов местных, которые существуют у нас и у них. Диалог волонтеров дружественных государств состоялся на площадке добровольчества. Обсудили вопросы проведения года добровольца в Казахстане по примеру российской стороны, разработку и внедрение стандарта по поддержке волонтеров в регионах. Мы вместе с национальной сетью волонтеров Казахстана изыскиваем интереснейшие инициативы, вместе разрабатываем механизм реализации подобных инициатив, например, в городах России, если это казахстанская инициатива, или, если это российская инициатива, то в городах Казахстана. И таким образом мы действительно имеем возможность тиражировать лучшие практики двух стран, собственно, на территории областей Казахстана или регионов России. Также партнеры двух стран разработали дорожную карту по развитию казахстанского странового центра по медицинскому волонтерству. Она предусматривает обучение добровольцев, создание партнерской сети и проведение совместных мероприятий. Добровольство в Казахстане очень развито, но именно медицинское добровольчество мы реализуем совместно с нашими коллегами. Думаю, мы будем преоделять огромные пути и у нас будет огромный потенциал совместной работы. Мы с коллегой договорились в ближайшей перспективе о совместном проведении Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая проходит во всем мире 1 декабря в рамках Дни единой действий в России, в Казахстане, по единому сценарию совместные будут проходить мероприятия. В рамках форума молодежных лидеров России и Казахстана руководители органов исполнительной власти собрались в законодательном собрании. Они представили своим коллегам проекты, которые помогают молодым людям самореализовываться как в профессиональной, так и в общественной деятельности. Сверка часов можно так назвать, вот этот большой форум молодежный. Но то, что он в принципе для приграничных территорий имеет огромное значение, в том числе и в развитии и улучшении качества взаимодействия молодежных направлений, это очевидно. Завершился форум подписанием семи и двусторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями. Документы затронули развитие сельской молодежи, дипломатии, добровольчества и медиапространства. Для нас этот форум стал очень важным этапом совместных двухсторонних контактов и развития нашей совместной деятельности в области молодежной политики. Очень сложно из подписанных сегодня двухсторонних соглашений между общественными организациями наших стран выделить, что более важно, что менее важно, потому что они важны все. Главный итог это то, что наши молодежные организации встречаются, общаются, обмениваются опытом. Из этого общения я уверен, я думаю, родится такой хороший совместный проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова